Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я вас очень плохо слышу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это не мы не согласны, это клиент категорически не приемлет такого поведения банка. А какое распространение? О том, что она является клиентом нашего банка? Вообще любая информация, касающаяся ее лично, которую она вам передала при заключении договора. Вы можете обрабатывать ее информацию внутри для, собственно говоря, реализации пунктов договора. Это пожалуйста, это никому не запрещено и закон дает вам на это полное право. Но разглашать банковскую тайну вы не имеете права. И наверняка, если вы специалист банка, я надеюсь, вы специалист, вы должны это понимать. Эти вопросы сейчас просто, скажем так, не в хорошее положение вас ставят в первую очередь. Я понял вас, но есть пункт договора 8.13, где банк имеет право звонить третьим лицам и проверять, собирать новые данные. Слышали, да, я говорил, что мы вам в первую очередь отправили отзыв, согласие на обработку персональных данных и передачу этих данных третьим лицам. Там есть согласие. Любое согласие, так же, как и любая доверенность, может быть клиентом отозвано в любом периоде времени действия договора. Так вот, что клиент и сделал. Мы еще раз повторяем. Первое письмо, которое к вам придет, если уже не пришло, это отзыв, согласие на обработку персональных данных и передачу этих данных третьим лицам. Номер пункта нас меньше всего интересует. Так, по этому поводу понятно, в договоре, планируется ли на все платы? Если банк изменит условия договора, которые противоречат действующему законодательству, таких пунктов достаточно. Если банк, в первую же очередь, будет выполнять законные требования нашего клиента, то клиент готова обсуждать способы оплаты. Если этого не произойдет, мы будем расторгать договор в судебном формате и через судебного пристава платить удобными платежами. Если речь пойдет о реструктуризации, то это будет отказ. В любом случае, потому что никому это не одобряют. Все наши действия направлены на то, чтобы мы в суде расторгли кредитный договор, зафиксировали сумму долга, то есть зафиксировали цифру фактически понесенных расходов банком. После этого, через судебного пристава, опираясь на инструкции и правила ведения данного мероприятия, мы будем склонять пристава к комфортному платежу. Потому что судебный пристав в первую очередь обязан смотреть не на сумму долга, а на возможности должника. Если пристав нас не послушает, мы будем в суде это требовать. В итоге мы сделаем так, чтобы клиент платил столько, сколько он может, а не сколько хочет банк. Банк – это коммерческая структура, и все ваши убытки, естественно, запрограммированы, просчитаны и учтены, и в этом связи клиент совершенно законно, не отказываясь от платежей, будет выполнять требования договора. Но только в том случае, если вы согласитесь в первую очередь в досудебном формате на то, что нам, нашему клиенту удобно, если не согласитесь, то есть мы будем вынуждены в суде это дело продавливать. И поверьте, нашему опыту у нас получится. Алло? Да, да, да. Я надеюсь, на все ваши вопросы ответил, или еще остались какие-то незакрытые моменты? Да, ну это что касается, допустим, суда, но так же банк праздник в 3-м лете. Это тоже прекрасно. Вы слышали в самом начале разговора, что вы не имеете права передавать информацию 3-м лицам, как только получите от нас уведомления, если уже не получилось. А 3-е лица, в чем страх, в чем ужас, скажите, пожалуйста, в чем ужас вообще наличия 3-х лиц? Ну, если вы передадите, в первую очередь сообщите, пожалуйста, нашему клиенту об этом в письменном виде, обязательно, с теми необходимыми печатями банка и подписями ответственных сторон. И это будет очень серьезный и весомый аргумент на то, чтобы мы ходатайствовали о возмещении морального ущерба нашему клиенту, да, в суде. Так, хорошо, о каком моральном ущербе вы говорите? Если вы передадите информацию 3-м лицам и напишите, что вы не несете ответственности за меры и способы взыскания за должности, да, и нашему клиенту это не понравится, скорее всего, ему это не понравится, то мы будем вынуждены, собственно говоря, применить от имени клиента санкцию в сторону банка, а именно в суде затребовать компенсацию морального вреда. Я не утверждаю, что судья одобрит это дело, но мы будем изо всех сил пытаться. Последний сюжет – это 60 тысяч в сторону нашего клиента. Судья принес положительное решение по поводу того, чтобы оштрафовать банк. Ну, я думаю, что на ваш карман это никаким образом не повлияет лично на ваш, поэтому, может, эта информация просто вам полезна будет. Это про третьих лиц, отвечаю на ваш вопрос. Хотя вы можете делать все, что угодно с позиции того, что мы в итоге будем обжаловать ваши действия в суде, но вы имейте в виду, что любое ваше действие незаконное, мы само собой будем обжаловать в суде. Я говорю, а почему незаконное? Я вот не совсем понимаю, почему здесь незаконное? Есть статья 382, о которой банк правил переступать, договор третьим лицом. Я же вам сообщил. Нет, клиент может быть недоволен клиентом. Нет, вы, пожалуйста, право взыскания через суд. Нет, я же не говорю о том, что вы не имеете права на это. Я же вам говорю, что если вы это сделаете, пожалуйста, уведомите сторону договора, так же, как и, собственно говоря, когда вы заключите договор сессии, как вариант. То вы, пожалуйста, уведомите нашего клиента в письменном виде, ради бога, и пускай процессом взыскания занимается третье лицо, ради бога. Но что от этого изменится? Сами рассуждаете. Нам какая разница, с банком в суд идти в процессы, либо с третьим лицом? Ну, по опыту я вам говорю, ни у одного коллектора не остается ни одного шанса. Они в единичных случаях получают результаты, когда клиент молчит, и судье ничего не остается, как встать на сторону истца. В нашем случае очень легко наш оппонент становится ответчиком, собственно, в процессе подачи встречного иска. Это, ну, практика достаточно обычная для нас. Для банка есть большая разница, потому что этот банк получит свои денежные средства, а там дальше уже как... Ну, конечно, получит. Так мы же не отказываемся. Начало нашего разговора. Мы не отказываемся. Мы просим банк изменить условия договора, которые противоречат действующему законодательству. Иначе на основании 451 статьи ГК РФ договор в суде признается ничтожным. И вы это знаете наверняка или можете узнать, потому что если пункт противоречит действующему законодательству в одном либо в части пункта договора, либо хотя бы даже недвусмысленное толкование какое-то есть, хотя в договорах банковских 100% там очевидные нарушения идут, ущемление прав и так далее. Таких очень много вариантов можно найти, и не только в вашем трасте. Ну, и в этой связи мы совершенно спокойно сможем расторгнуть договор, зафиксировать настоящую сумму долга, а не ту, которую думает банк навязать нашему клиенту. При всем уважении к банковскому бизнесу и вообще к кредитному бизнесу, мы не против этого, но против беспредела, который творит в том числе траст. Особенно там он отличается, клиенты к нам приходят с ужасными последствиями после траста, на их взгляд, ужасными. Ну, в общем-то, будем расторгать договор и дальше, собственно, с позиции, что судебный приз, что судья должен смотреть не на сумму долга, а на возможности должника, мы будем, естественно, лоббировать эту позицию и, конечно же, придем к необходимому результату. Это уже проверено. И мы, конечно же, будем платить, наш клиент будет вам оплачивать, но только после того, как судья обяжет это делать, что водитель, и, соответственно, тем не платит. После суда, после изменения договора, все, я понял, после изменения условий договора, все, я вас понял, все, всего хорошего, до свидания. До свидания. Спасибо, что вы слышали.